Всем салют, друзья! Сегодня посмотрим на три штатива в разных ценовых категориях от K&F Concept, Small Rig и Ulan Zicoman. Погнали! И, друзья, как вы видите, все три штатива поставляются вот в таких сумочках для переноски. Самая крутая и качественная у нас на Ulan Zicoman. На второе место я бы поставил K&F Concept. В принципе, довольно неплохая сумка. У всех есть наплечные ремешки. И также у нас здесь есть от Small Rig вот такой вот кармашек. Он самый простенький, так что он здесь на третьем месте. И, кстати, друзья, видите, вот эту мохнатую штуку, огромную на мне, это Godox MoveLink второго поколения. Скоро обзор тоже будет, а пока можете за одной звук послушать. И вот, друзья, все три штатива на максимальной высоте. Ulan Zicoman и Small Rig примерно на одну высоту поднимаются. Числа я вам напишу обязательно все циферками прямо поверх видео. Но вот что у нас творит K&F Concept. Я метр восемьдесят три ростом, поднимаю руку и даже не могу дотянуться до верхушки этого штатива. То есть здесь больше двух метров. А это круто. Еще у K&F есть вот такая функция. Мы можем снять топ-даун кадр. То есть прямо над столом, например, его разместить. И здесь где-то 190 сантиметров от земли, что тоже вам очень поможет снимать топ-даун кадры. Вообще классная штука. Но, конечно, есть и минус у K&F Concept, потому что он самый тяжелый. И он сделан из алюминия, тогда как Small Rig и Ulan Zicoman сделаны из Carbon Fiber X Carbon, как его называют, углеродное волокно. Но при этом у Small Rig качество сборки мне не очень понравилось. И в целом карбон этот ощущается больше как очень качественный пластик. Я не вспомнилась, что это действительно углеволокно, но, скажем так, у Lanzi в этом в плане 10 из 10 с точки зрения сборки и качества материалов. А вот Small Rig где-нибудь баллов на 6-7 максимум. Но, соответственно, K&F собран очень-очень даже добротно. А еще такой здоровенный штатив вам может пригодиться, если вы будете, например, снимать концерт на статичную камеру, и вы сможете поставить его прямо на толпу людей, чтобы они не загораживали своими головами то, что происходит на сцене. Это еще один большой плюс. Также и у K&F Concept, и у Small Rig есть вот такая вот мягенькая подушечка, за нее держаться удобно, руки не мерзнут, особенно у меня сейчас. И еще эта же часть является и моноподом, который можно открутить и использовать отдельно с той же самой шаровой головой. На K&F это у нас обычная классическая шаровая голова, на Small Rig тоже шаровая. Но она как-то вот болтается, мне не очень нравится, если честно, как она сделана. Ну, наверное, не самый удачный экземпляр мне попался. Ну, а, соответственно, на Ulan The Common у нас тоже своего рода шаровая голова, но она немножко другая. То есть она тоже имеет возможность снимать вертикально в двух положениях, также имеет возможность вращения, но она чуть более интересный механизм имеет. И я бы предпочел именно такую шаровую голову, с ней мне работать чуточку удобнее, чем с классическими шаровыми. Ну и, конечно, я думаю, вы слышите, чуть-чуть болтается. Что касается надежности, того, насколько они уверенно стоят, в принципе, они все довольно неплохо держат и вес, и довольно устойчивые. И у каждого из них есть внизу крюк, на который вы можете повесить мешочек с песком или ваш рюкзак, чтобы придать вес в нижней части штатива. Ну и, соответственно, на Ulan The Common у нас еще скрытый ключик для того, чтобы подтягивать, собственно, сами вот эти механизмы зажимов. И это достаточно приятное дополнение. Ну и, что касается самих замочков, у нас здесь замки вот такого типа, они по-английски называются latch. Ну, такой вот механизм зажима на Ulan The Common. Сделан он прекрасно, это тоже, скорее всего, карбон, либо очень высокого качества пластик. Пользуюсь им уже месяца 4, таскал с собой везде, и на съемки, и в путешествия. И никаких проблем с данными механизмами я не испытывал. Что касается SmallRig, здесь такая же система замочков, но, к сожалению, сделаны они из очень дешевого пластика. И здесь у меня, конечно, нарекания появятся, я думаю, месяца 3-4, и вы один из таких зажимов сломаете. Поэтому переходим к K&F Concept. Здесь у нас механизм такой вот, замочек с проворотом. И я не фанат такой системы, потому что иногда вы не до конца докрутили, и, может, вся эта конструкция сложится. Либо, наоборот, не до конца разжали, и не выходит одна из секций ноги. Ну, в общем-то, и дольше с этим всем возиться приходится. Но, в целом, работает более-менее. Я думаю, что если вы будете его использовать в основном для статики, еще и, допустим, в помещении, для съемочек себя любимого, то проблем это не вызовет. Поэтому, скорее всего, опять же, отдаю первое место Уланзи Коман, третье место Смолрик и второе КНФ Concept. И на всех трех штативах есть четверть дюйма дырдачки для того, чтобы разместить дополнительные аксессуары. Но здесь у нас пластик, здесь тоже пластик. Соответственно, КНФ и Смолрик можно их выломать, резьбу сорвать или что-то подобное. А вот на Уланзи здесь все супер качественно сделано, металл. И вот с этим проблем точно не возникнет очень долгое время, я думаю, десятилетия можно использовать и не выломать эту резьбу. На всех трех штативах есть еще и возможность каждую из ног наклонить под определенным градусом. Например, вот таким, чтобы расположить его очень низко к земле. Также минимальную высоту я напишу шрифтом, титром у вас где-нибудь здесь на видео. Ну, соответственно, у нас Уланзи Коман может и переворачивать полностью вот эту колонну и снимать полностью снизу. Она также разбирается, чтобы снимать очень низкие ракурсы от земли. КНФ Концепт тоже может перевернуть центральную колонну и снимать снизу, что также удобно. Ну, а Смолрик, ну, Смолрик и Смолрик, в общем, здесь все средненько. Я бы так сказал, что пока он мне, к сожалению, не нравится. И надеюсь, что Смолрик улучшит данную модель в будущих поколениях. Ну, друзья, по компактности и весу я думаю, что вы все видите сами. Весят примерно одинаково у нас Смолрик и Уланзи Коман. Ну, а, соответственно, КНФ Концепт весит чуточку больше. Он и сам, как видите, побольше. Есть версия без вот этой вот топ-даун фичи. И он будет уже не таким высоким, но он будет легче и сильно дешевле. Можно найти где-то в районе 5-6 тысяч рублей на Алиэкспресс. А это уже очень хороший ценник за подобного рода штатив. Ну, а, соответственно, каждый из КНФ Концепт и Смолрик может складываться вот таким образом. То есть голова у нас остается вот здесь, а ножки в обратную сторону складываются. Как надо вот этот механизм вот так сложить. И вот настолько компактным он становится. Довольно жирненькие они по-прежнему остаются. В этом плане Уланзи складывается куда более компактно. И брать его в путешествие, конечно, проще и удобнее. И, кстати, в каждом штативе есть возможность сделать плавное панорамирование с помощью вот такой секционной части на шаровых головах и на вот этой псевдошаровой голове на Уланзи Коман. Так что здесь ничья. Все три штатива у нас на Arco Swiss площадках. Это очень популярный тип площадки. И также на каждой из голов у нас есть пузырьковый уровень. Но, к сожалению, когда камеру вы ставите уже непосредственно на саму площадку и на голову, этот уровень будет очень-очень сложно увидеть. Так что лучше все-таки ориентироваться на электронный уровень камеры, например. И, друзья, зачем же вам обязательно нужен подобного плана штатив? Я не говорю, что конкретно этот или конкретно этот или даже вот этот. Просто зачем любому очень даже может такой пригодиться? А все дело в том, что нам очень часто по долгу службы необходимы статичные кадры. Например, любое интервью или обращение. Или вы хотите записать себя любимого для блога. Да, в общем-то, любая статичная задача. Подобные штативы с ними будут справляться на ура. Ну, а если штатив еще и вот такой здоровенный, высоченный, его можно использовать еще и для топ-даун кадров, как я уже сказал, и, допустим, на концертах. Поэтому я считаю, что за свои деньги, допустим, в районе там 5-10 тысяч рублей, иметь такой в арсенале, ну, просто обязательно. При любой съемке интервью с двух камер вам в любом случае лучше использовать два штатива, чем, допустим, какую-нибудь стойку от света вместо штатива, как я раньше очень часто делал. Но я сейчас абсолютно бы не пожалел, если бы у меня в арсенале был такой штатив. Не прослужит он вам, я думаю, долгие годы. Ну, по крайней мере, кенеф-концепт я в нем более-менее уверен. Качество сборки отличное. Улан Зи Коман просто моя любовь. Я знаю, что он очень дорогой, но что поделать, ну, нравится мне эта малышка. Но вот пока Смол Рик меня, к сожалению, разочаровал, поэтому его рекомендовать не могу. Ну и, друзья, финальная эта стоимость. Да, вот этот монстр, маленький монстр, стоит каких-то баснословных денег, порядка 20 тысяч рублей. И, к сожалению, не для каждого это оправданная покупка будет. Но мне он очень нравится. Подобный же штатив, как и Смол Рик, так и КНФ-концепт, стоят в районе 10 тысяч рублей. Конкретно вот эти две модели. Но КНФ-концепт, как я уже сказал, можно найти штативы поменьше, попроще, полегче. И в районе 5-6 тысяч рублей. Итак, друзья, если ролик вам понравился и был полезным, то смело жмите лайк, подписку и колокольчик. Я это очень ценю. Ну, а мы с вами увидимся в следующем ролике. Пока. Берегите себя. Берегите себя.